Мы с супругом вышли из большой церкви, так как не видели там роста для как служителя. Я уже нашла церковь, в которой мне комфортно. Я в служении. Муж до сих пор не определился с церквью. Как мне вести себя? Посоветуйте. Они вышли из церкви, да? Я вот, я не могу утверждать, но я из практики скажу. Вот если муж и жена выходят из церкви, вот сложнее всего мужу найти церковь, мужчине. Да. Женщина, мы как-то, почему? Мы более уживчивые. Нам вот, допустим, вот женщина заходит куда-нибудь, вот ее пригласили, она идет. Она идет без стресса в основном. Единственный стресс у нее, буду ли я на фоне других, как выглядит, да, там, ну, лишь бы не выглядеть хуже. Для мужчины у него очень много, но кто я буду, как меня будет называть, а что там будут за люди, а кого я знаю, кого не знаю, а как ко мне будут относиться. То есть для мужчины, в Библии нам написано, да, для него важно почтение, уважение, статус. И поэтому женщина может спокойно прийти в любую церковь, сесть там на заднюю лавку где-нибудь и постепенно перебираться, да, поближе, поближе и осваивать территории, и общаться с людьми, и заводить коммуникации. Женщине легче, мужчине сложнее. Как ей вести себя? А у нее вопрос в чем, что муж не нашел? Муж еще не нашел, и она не знает, как, ну, как ему, может, помочь. Помоги, помогать и ходить с ним, искать это место. Может быть, помогать ему и тому мужу наладить коммуникации. То есть познакомить. Мужчину надо познакомить с какими-то интересными, авторитетными людьми в церковь. И тогда он прилепляется к дому. Для мужчины важно идти за кем-то. Для него нужна фигура, авторитет. И поэтому ему надо иметь контакт с этим авторитетом. Хотя бы, ну, не говорю о том, что там все, сразу заходи, живи там у нас. Нет, но вот это вот общение, чтобы он мог прийти, поздороваться, чтобы он имел какую-то уже коммуникацию. Это очень важно для мужчины. Для женщины, многие женщины могут ходить годами в церковь, и даже не имея никаких коммуникаций, имея там что-то там небольшое. А для мужчины это принципиально важно. Просто так он будет чувствовать себя неловко. Он будет чувствовать себя неловко. А кто я здесь вообще? А кого я тут знаю? Никого не знаю. А для женщины не всегда это преграда. Кто я здесь сидит, я никого не знаю. Ну и что? Сейчас узнаешь. Сейчас узнаю. Да и мне все равно не знают меня лучше. Сяду потихонечку, буду сидеть. У женщины другая. Женщина сторона принимающая. Мужчина сторона дающая. Понимаешь? И поэтому, а что я тут могу дать? А кто я здесь? А женщина, она пришла и принимает. Спасибо. Спасибо. Спасибо.